Итак, а как вы думаете, почему возникает любовь и с чем эта любовь связана, когда мы начинаем жить с мужчиной или как начинают знакомиться молодые ребята или молодые девчонки, с чем это связано. Итак, бывают три тенденции любви, которые объединяются в одну широкую любовь. Вы, наверное, услышите все, что раньше знали. Я ничего нового для вас не расскажу. То, что буду давать вам, это будет объяснять, почему у вас происходили распады, почему вы там не влюблялись и почему что-то там не происходило. Итак, как определить, по-настоящему сейчас ваша семья является семьей или нет. Он очень интересный, ухаживает хорошо, добился всего в своей жизни. Он меня гладит, он меня целует, он дарит мне хорошие подарки, он хороший бизнесмен. Визуально он мне нравится. После этого, как приходит ночь, то, что у нас происходит ночью, мне вообще не нравится. Ну да, где-то он там не дотягивает, где-то он, наверное, там какой-то не очень мягкий, может быть что-то не так. То есть женщине нравится мужчина, но ей не нравятся там половые связи с этим мужчиной. Такое бывает. Вторая ситуация или вторая история. Я напилась немножко во время того, когда была там на дискотеке или где-то на пляже, или еще где-то, и после этого познакомилась и закружилась, понеслось куда-то. Не понимаю, как сама оказалась с ним вместе в постели. И после этого, ну такой вот хороший, такой вот хороший. Год прожили после этого. Боже мой, даже поговорить с ним не о чем. Вот такие штупеньки, такие дурненьки, что прямо некуда приложить. Это говорит о том, что в первом случае нравилось очень состояние сознания того человека, с которым она начала жить. А здесь ей нравились половые отношения. Вы знаете, и с этим можно жить всегда, и с этим можно жить всегда. Но нельзя жить без третьего. А третье называется вот чем. И одно, и второе объединяется понятием, которое называется доверие. Доверие. Я это просто утверждаю. Доверие, даже если это не подходит, тупой как лось. И это вообще пипетка не шевелится. Но этому человеку доверяешь, с ним жить можно. А что такое доверие? Доверие это открытость во всех отношениях. Это когда человек не прячет деньги. Это когда человек не кодирует свои записи. Это человек, который ничего не ищет. Это человек, который не ставит запятую, не ищет ничего на стороне. Это человек, который не скрывает ничего, ничего не прячет и уже ничего не ищет. Вы представляете? Доверие это когда существует в семье общая коробочка, куда все сносят деньги. И никто не перечитывает, потому что все друг другу доверяют. Никто оттуда не ворует. Доверие это когда запросто человек может взять телефон своей партнеры или партнера. И может зайти и прочитать смс-сообщения, которые туда приходят. А вы знаете, неинтересно читать, потому что когда существует доверие, то нечего искать. И это доверие называется сдастся в плен. А когда есть воровство, человек вас использует. Когда человек ищет на стороне, человек вас не искренне любит, значит что-то там у вас не так, ему это не подходит. Когда человек начинает растранжиривать, не хочет что-то делать, эффект доверия пропадает. И без ума, и без пипетки жить совместной жизнью можно. Без этого жить нереально, друзья мои. Нету доверия, конец. Для женщины доверие на первом этапе стоит. Именно поэтому мужчины такие брехливые. Именно поэтому мужчина умудряется обмануть женщину, а она через элемент доверия поверить ему и сдаться в плен. Правильно, молчите. Естественно, это где-то вот так все устроено. Женщина однозначно должна доверять мужчине. Почему женщина не хочет спать с мужчиной и не хочет с ним вступать в половые связи? Теперь вам понятно почему. Отсутствует элемент доверия. Нету ничего, кроме этого доверия. Стирается доверие, то есть чем оно стирается? Первое, воровством. Второе, враньем. Третье, изменами. Это же все значит, говорит о том, что вы не можете до конца довериться или поверить этому человеку. Согласны с этим. Если это случается, что доверие исчезает, на этом конец у вас семьи быть не может. Это просто элемент до того момента, пока она распадется. Вместе с Львом Тарановским, сексологом московским, знаем, наверное, о ком я говорю. Вместе с Львом Тарановским мы исследовали 27 семей на протяжении трех месяцев, двух месяцев, которые лечились у нас от сексуальных нарушений. Вы знаете, нарушения сексуальные были восстановлены. Женщины начали испытывать в постели половое удовлетворение. Мужчины там начали лучше там еще что-то делать. Но это все равно, со временем семьи их не спасло. Не спасло. Почему? Потому что то, что она не хотела с ним вступать в половую близость, было связано, что она ему не доверяла. А она ему не доверяла, потому что ей что-то мешало доверять этому человеку. Понимаете? А что? Я часто это наблюдаю. Ребята, вы воруете дома деньги, вытягиваете из общих накоплений, вы умудряетесь ничего не делать для этой семьи, вы умудряетесь что-то там искать, умудряетесь все время при разговоре выходить в другую комнату, умудряетесь плести какие-то интриги, умудряетесь что-то делать. Ребята, о каком доверии может идти речь? Ребята, семья-доверие, это одни и те же слова. Нету доверия, семьи просто не будет, она будет распадаться в 100%. Все остальное это просто игры, половые или половое творчество. С семьей здесь даже близко, ни хрена не пахнет вообще. Потому что настоящая семья это когда ребенку можно доверять, он ничего не ворует. Если ребенок начал что-то воровать, нужно ему сказать, ты уже не в нашей семье, мой друг. Потому что в нашей семье мы друг другу доверяем, после этого, наверное, тебе придется жить отдельно от нашей семьи. Потому что мы либо доверяем тебе, либо однозначно не доверяем. Точно так же жена, если залезла, с вами не посоветовалась, взяла там 2-3 тысячи долларов на что-то потратил, или муж такой, то тогда о чем мы говорим? Это просто обыкновенное использование, эксплуатация. Понимаете? Вот это элемент нашего доверия, который присутствует в нашей жизни. Следующее, энергии, они двигаются у женщины и мужчины совершенно по-разному. Как же двигаются наши энергии? Я вам сейчас объясню. У мужчины энергия движется следующим образом. Она развивается в виде пирамиды, образовывая завихрение сверху вниз. Таким образом, самая главная эрогенная зона у мужчины, это его глаза и его уши, как ни странно. Я говорю это серьезно. Мужчин эрогенных зон нет. Это еще Тетерника в своих книгах про сексуальность рассказывал. Поэтому, если мужчина видит глазами голую грудь или думает о чем-то, то его сексуальная энергия, она эрогенная зона, мгновенно раскручивает его нижние там части. При этом энергия отсюда вытекает вот сюда, в нижние доли. Поэтому, когда весной девочки раздеваются, и мужчина не умеет управлять своей энергией, его сексуальная энергия, падая сюда, заставляет его делать необдуманные поступки. И он не может это контролировать. У женщин все устроено совершенно в противоположном виде. У женщины энергия двигается вот в таком сегменте, снизу вверх. Поэтому мальчик при первой встрече просто нечаянно дотронулся до коленки к этой девочке, а она после этого пришла домой и уже рожает от него детей, уже дает им имена, потому что это раскручивает, где ее энергию? В ее голове, правильно? Поэтому, когда мальчик начинает дотрагиваться к своей девочке рукой, то у девочки, естественно, здесь повышается в огромном количестве поток мыслей. Он сосредотачивается, она рассредотачивается, бедная. И что с этим делать, да? Сегодня я буду об этом всем рассказывать. Как двигаются энергии, где центры энергии находятся у мужчины, как можно научиться их контролировать, а также как соединять себя в плоскостях, как эту энергию гармонизировать, как набирать свою женскую энергию, что такое женская энергия, почему женщина рождена женщиной, и что такое мужская энергия, почему мужчина рожден мужчиной. Итак, на самом деле, когда у нас появляются потоки энергии, то это выглядит так. Основа сексуальной энергии связана вот с чем. Мужская энергия – это электрический заряд, ток. Женская энергия – это магнит. Мужская энергия – это ток, женская энергия – это магнит. Естественно, полюс тока, он всегда притягивается к магниту. В курсе, если где-то собирается какой-то электрический ток, то если где-то находится магнит, то в сторону магнита происходит удар. Понятно? Что такое мужская энергия? Мужская энергия – это энергия разрушения, это энергия движения и энергия что-то делать. Понятно? Поэтому частым явлением является вот что. Если у мужчины каким-то образом электричество сдвигается в его теле, а как сдвигается, буду рассказывать, и оно сдвигается по принципу гомосексуализма, как я это называю, то это выглядит так. Если мужчина занимается анонизмом, то его энергия, которая находится у него над головой, сдвигается в нижние его отделы, и здесь образовывается уже у него электрический ток в виде магнетизма. Видишь, таких мужчин часто. Такие мужчины приходят на дискотеку в очень красивой одежде и начинают танцевать, не обращают ни на кого внимания. Почему? Они считают, будто это он магнит. И он не понимает самую основную истину, которая существует на земле. Мужчина-добытчик, он должен подойти к женщине, взять ее за руку, после этого отвезти домой и заставить ее быть частью его семьи. Понимаете? Женщина должна терпеливо ждать, вырабатывать свой электрический ток до того, пока такой мужчина найдется. Как это проявлялось в детстве? Мальчик, у меня недавно была ситуация, под Шафе там есть ресторан на Пушкино 25. Я сел, а там сидит красивая девушка и вместе с ней парень. И этот парень ее напаивает. И я наблюдаю за ними, как он ее обхаживает. Он ее поет пивом и после этого так имеет ее в голову просто. Я говорю, он ей рассказывает истории какие-то, еще что-то. Ну, на самом деле он забывает такую вещь. Ребята, когда вы расходитесь с мужчинами, знаете, что вы вспоминаете? Хотите, я вам расскажу? Не лицо мужчины, а знаете что? Руки. Каждая женщина помнит руки тех мужчин, с которыми она жила. Кто не согласен? Поднимите руку. Видите, мужчины, все согласны. А почему это так происходит? Потому что женщина, она настроена всем телом на ощущения сенсорные. Каждая женщина, она чувствует, когда к ней кто-то прикасается. Поэтому каждый мужчина должен запомнить, что свою женщину нужно трогать. Именно поэтому Бог создал женщин с выдающимися какими-то частями. Если у женщины есть попа, короткая юбка и грудь, значит, у мужчины должно появиться желание эту грудь трогать, трогать ее там попу, трогать ее еще где-то за что-то. Почему? Это не я придумал. Слушайте, это сенсорное ощущение женщины. Раз у нее это есть, у мужчины должно создаваться элемент, потрогайте это, представляете? При этом, когда это возникает, то тогда это правильно работает. Если мужчина, он, глядя на вас, хочет вас потрогать, значит, у вас присутствует магнетизм, который притягивает в вашу жизнь таких мужчин. В случае, если магнетизм, вот как его строить, я об этом сегодня расскажу. Такие мужчины, у которых сдвигается вот сюда энергия, то когда энергия сюда сдвигается, у мужчин часто происходит раздваивание сознания. Потому что двуполюсность этого магнита, который есть у женщины, он не позволяет женщине сосредотачиваться на одной идее в своей жизни. И это устроено приблизительно так. Женщины, они думают, в отличие от мужчин, по-другому. Они думают, начинают искать между слов смысл. То есть для женщины это естественно. Это как бы, это да, или это как бы да, или нет. Или это как бы нет, или это как бы да, или это да, конкретно или нет конкретно. Это то, чем занимаются женщины. В случае, если у мужчины падает так энергия, он тоже начинает искать между слов, между строк какой-то тайный смысл. Это проявление гомосексуализма. Я это убежденно говорю просто. Потому что наблюдая за своими больными, которые начинают болеть, у них это проявляется в виде гомосексуализма. Как он проявляется? Одевает на себя красивую одежду. Мужчина такой, приходя на дискотеку, стоит и ждет, когда на него начинают нападать, или вдруг кто-то подойдет. Но это же как-то все поменялось. Правильно? Ведь мужчина, он имеет функцию, сам должен подойти с кем-то, познакомиться за ручку, взять, выйти на улицу и где-то потрогать. Понимаете, это вот так устроил нас Бог. Вопрос, почему Бог устроил людей не однополюсными? Почему он устроил вот так людей? Вы знаете, что существовали люди, которые были гермафродитами когда-то. Эти люди существовали. А теперь, почему нас все-таки разделили? Хотите, объясню. Когда вы вынашиваете ребенка, вы очень сильно не побегаете. Согласны с этим? То есть, когда вы вынашиваете ребенка, человек сильно побегать не может. Ни за мамонтом, ни за гусем, ни за яйцом там каким-то, ни еще куда-то. Естественно, когда гермафродит вынашивает ребенка, он за собой ухаживать не может. Правильно? Поэтому и создали всех в виде биполярности или двуполюсности. Поэтому существуют мужчины и существуют женщины. Согласно тибетской традиции, существует понятие, что женщина создана для того, чтобы рожать людей, а мужчина создан ей в помощь. Поэтому мужчина является, согласно этой традиции, обыкновенным сексуальным вампиром, который убирает у женщины энергию или забирает. А в чем смысл? Дело в том, что женщина каждая рождается, и только при рождении, если посмотреть на ее яичник, вы увидите там от 100 до 180, а то и 300 яйцеклеток. 300 яйцеклеток – это уже готовые закапсулированные жизни. Поэтому она является вместилищем энергетики, умноженной в 300 раз по отношению к любому абсолютно мужчине. Вы представляете? На самом деле в женщине гораздо больше энергии, чем в мужчине, в 100 раз, в 180 раз. Поэтому мужчина с самого детства ждет момента, когда же он уже будет готов там с кем-то переспать. Это у него включается, хотел бы он этого или нет, но в момент, когда он это делает, у вас появляется ниточка, которая идет из вашего центра. И эта ниточка, она через нее все время вытекает энергия к тем мужчинам, с которым вы до этого спали. И после этого те мужчины, с которыми спали, у них хорошо, вы это не ощущаете. Но если у этого мужчины онкология, тяжелое физическое состояние, испытывание боли, вы это будете чувствовать точно так же в виде испытывания боли, в виде финансовых кризисов, в виде маниакальных каких-то состояний, в виде каких-то чувств негативных, которые проявляются в вашем теле и так далее и тому подобное. Жестко, да? И что же с этим делать? Сегодня все поотрезаем до вечера. Точно так же у мужчин часто бывает так, что происходит эффект обратной связи, поэтому мужчины, которые не отрезают нити, они тоже могут быть подвергнутся тому, что при переизбытке энергии, нервных, а также эпилептивных, а также еще каких-то ударов в какие-то отделы, может обратным ходом сбрасываться на таких мужчин через их нити. Ребята, все проблемы у женщины, связанные с плохой работой щитовидной железы, связаны с сексуальной неудовлетворенностью. Теперь вопрос, почему? Потому что вы уже понимаете, что энергия движется у женщины снизу вверх, видите? А у мужчин, связанные с простатитами, это называется следствие тоже неправильной сексуальной жизнью, представляете? Дальше, принципы возбуждения энергии, это то, о чем я сегодня говорил. Итак, где же находится эта энергия? У мужчин энергия располагается прямо на его голове, имеет свечение желтое, имеет цикл электрического тока. Я расскажу сегодня, как с ней работать. Женская энергия находится на уровне, если его очень легко определить. Это находится вот где. Если большие пальцы сложить на пупке, а нижние пальцы указательные сложить в виде треугольничка, то там, где находится треугольник, находится центр женской энергии. Центр женской энергии, это обычно полумесяц с рожками вверх. Или это обычно темненькое яблочко, или жемчужина. Женская энергия, это магнетизм, это магнит. Я потом нарисую. Теперь для мужчин совет. Женщину не возбуждают слова, как принято считать психологией. Считается в психологии, что для женщины очень важно говорить ей что-то. На самом деле, это самое безумное, тупое, блуждающее непонимание женщин. Те мужчины, которые начинают трахать мозги женщине словами, совершают самую небольшую и неосознанную ошибку в своей жизни. На самом деле, чем больше будет прикосновений к вашей женщине, тем женщина будет счастливее. Меньше слов мужчины, больше действий. Как я обычно говорю, где споймают, там и изнасилуют. Ребята, часто в семейной жизни просто не хватает вот таких истин. Я вам говорю это очень серьезно. Не потому, что у меня большой опыт. Нет. Этот опыт как раз небольшой. Это говорит просто о том, что я знаю физиологию мужчины и женщины. Я утверждаю, что для каждой женщины в семейной жизни не хватает просто обыкновенных прикосновений. Крукие прикосновения. Вы когда кушаете, сидя за столом, вы начинаете что-то рассказывать. Мужчины, не выносите сыр или ссор из своей работы в свою семью. Вы лучше сидите и начинайте трогать вашу женщину рукой во время того, когда вы кушаете еду. Трогайте или гладьте ее по руке. Трогайте ее за руку. Прикасайтесь к ее щеке. Трогайте ее волосы. Прикасайтесь к своим женщинам. Призываю. Хотите нормальную семейную жизнь? Мужчины, трогайте своих женщин. Для них это настолько важно, насколько это может вообще быть. Дальше. Супер женщина. Мужчины, помните, прикосновения это всегда самое важное, что есть в жизни женщины. Женщины, кто не согласен, поднимите руки. Обратите внимание, есть хоть одна не поднявшая руку. Вот так. А теперь скажите, когда вас не трогают, а мучают вас, рассказывая вам, что вас сильно любят и не трогают, то вас это бесит, поднимите руки, женщины. Кого это бесит? Всех бесит, ребят. Это на самом деле самая большая ошибка. Это самая большая ошибка, которая есть. Мужчины, помните, проявление любви для женщины, это когда мужчина спит с ней в постели. Испытывает женщина удовольствие. Не испытывает женщина удовольствие. То, что она спит с вами в постели, называется проявлением или ощущением, что мужчина ее любит. Она понимает, что он хочет ее, понимает, что он ее трогает, понимает, что она ему нужна. Именно таким образом это все и происходит. Вот так. Не мозгами, не мозгами. Женщина не понимает, если вы ей говорите, я тебя люблю. Можете говорить, я люблю каждый день и не трогать. И она вам не будет верить никогда. Потому что проявление любви, это не когда говорят, а когда начинают трогать. Трогать, трогать, еще раз, тире, трогать. За столом, гладить по ручке, трогать так, обнимать, целовать, гладить, ночью прижиматься. Вам надо перечислять весь список, который необходим? Мужчины, поверьте мне, если вы возьмете это за должное, вы увидите, насколько теплыми отношения могут быть. Потому что элемент доверия плюс прикосновения сделают вашу женщину верной, покорной и нужной. Она будет от вас балдеть, желать и мечтать. И только думать о вас сосредоточено. Вы сейчас делаете самые большие ошибки, когда вы говорите, ну я же тебя люблю, вот пойми, как я тебя люблю. Я же сделал, купил тебе сережки, я привез тебя там в Египет отдыхать, я каждый день даю тебе деньги или еще что-то. Нифига, не спите, конец вам. Текайте лучше. Потому что вас не воспринимают вообще. Вы никто. После этого задайте вопрос, от чего женщина начинает искать кого-то? Мужчина не трогает? Женщина начинает искать кого-то на стороне. А почему женщину не хочет мужчина трогать? Потому что она сама ему не дает. А почему она сама ему не дает? Потому что обижается. А почему обижается? Потому что не доверяет. Прикольно, да? Я не доверяю своему мужчине, поэтому я ему и не даю. Я ему не даю, но мне секса хочется. Значит, я ищу кого-то на стороне. Алгоритм измен женщин. Понятно? Понятно? А после этого мужчина начинает искать что-то у женщины. Искать что-то у женщины с целью порвать отношения. Потому что однозначно сам виноват, что в их семье отсутствует доверие. Вы представляете, да? Просто обыкновенное доверие. У меня есть подружка, она у себя на странице написала такие слова. Она написала, 50% женщин больные на всю голову. А мужчины ищут хороших, не больных на всю голову. Это слабые мужчины. Ты тут попробуй поживи с женщиной, которая больная на всю голову. Вот тогда ты можешь называть себя настоящим мужчиной. Это она написала себе на странице. Все. Сейчас я выключаю телефон, извините. Кто-то сильно меня хочет. А что же нужно знать женщины? Ребята, а вы знаете, что эрогенные зоны мужчины это его глаза и его уши. Вот это тупо как, да? Их облизывать не нужно. Потому что мужчина любит ушами. Представляете? Наши мужчины любят ушами. Когда психолог написал, люди, женщина любит ушами, он ошибался. У меня была такая ситуация. Еду в поезде, и женщина, с которой я еду, девушка там щебечет, щебечет, котик, кися, зайчик, мур-мур-мур, чур-чур-чур, пор-пор-пор, как говорят тибетские мантры. После этого мужчина сверху спускается, я выхожу в тамбур, и он стоит. И говорит, слушай, чтоб моя жена так мне сказала, хотя бы раз в моей жизни, то я бы ее так любил. Что ты с ней делаешь? Я говорю, трогай свою женщину руками. Он говорит, а ладно, ты не понял что-то, ты, наверное, знаешь что-то. Я говорю, ты хорошо зарабатываешь. Я говорю, нам с тобой просто не о чем говорить. На самом деле, ваш мужчина, его нужно все время, им надо все время что делать? И женщины должны понять, хотите, чтобы рядом с вами мужчина зарабатывал, к чему-то стремился, что-то делал, девочки, вы их не ругайте, а вы ими восхищаетесь. Кем ты работаешь? Я с анти... Вот у вас первая встреча. И здесь нарушения, которые существуют у женщины. Вы приходите, и у вас есть уже ваша работа, установшийся, устоявшийся какой-то там бизнес ваш. Вы начинаете говорить, мужчина сидит и говорит, я работаю цей. А вы говорите, да что ты, послушай, я-я-я, имени меня в честь меня, со мной еще у меня 3000 долларов, есть заработок каждый месяц, и еще я это все, у меня есть сбережения вообще вся такая модная, я жила там и ездила там, а я... А тихо молчи, и я такой, я такой. Кто рядом с вами будет? Тире, Альфонс. А если человек будет сильный, он просто встанет, перекрестится и скажет, я ищу человека слабого, который бы восхищался мной. А если рядом с вами сидит сантехник, и вы говорите, кем ты работаешь? Он, я Вася, я це ныряю у канализацию, и проталкиваю своей головой цю канализацию. Моя работа состоит в том, насколько я глубоко могу задержать дыхание. После этого женщина может ему сказать, Боже, как я восхищаюсь тобой, Вася, ведь ты спасаешь землю от какашек, а также наш город от какашек. Он с завтрашнего дня начнет задерживать воздух надольше, заныривать глубже и проталкивать сильнее, и станет лучшим в своей области. А чем лучше в области своей, тем больше денег зарабатывает. А теперь скажите, в чем виноваты мужчины-неудачники, которые живут рядом с вами? Они неудачники, потому что вы ими не восхищаетесь. Своими мальчиками нужно восхищаться. Я помню первые элементы плавания, когда мы с ребенком своим пришли в бассейн, и после этого он говорит, что мы будем робыты? Папа, я говорю, послушай, я сейчас одену на тебя вот эти буйки, и мы будем с тобой плавать, и ты попробуешь от меня уплывать, а я попробую тебя догонять. После этого он плыл чуть-чуть, а я сзади кричал, не могу догнать, вот это скорость, не могу догнать, вот это скорость. И после этого мы ехали в машине, он спал вот так сидел, просыпался и говорил, папа, ты что меня правда не можешь догнать? Я говорю, так у тебя же такая скорость, как у ракеты. Он что правда, правда не мог своими большими руками меня догнать? Я ему говорил, да не мог, у тебя же такая скорость, что прям как у ракеты какой-то. Он потом засыпал, ехал, я говорю, я что, как ракета? Я говорю, да, или как акула. я говорю как ракета и вместе акула я обязательно буду еще быстрее завтра плавать утро началось и он говорит надо мне очки я говорю зачем под водой смотреть и после этого очки и после этого ребята началось все в три года сейчас ему 6 лет он уже дважды чемпион украины по плаванию ребят почему под шо в свое время я им восхищался по что я четко понимаю что если была бы у меня девочка я бы посадил ее на свои колени и гладил бы ее со всей силы и целовал понимаете говорил доча моя мур-мур-мур пуси-пуси и гладил бы ее целовал и поощрял бы именно так гладил бы по головке садил бы на ручки обнимал она бы у меня росла росла маленькая хорошенькая там еще какая-то или не маленькая все равно как вот а ребенка я не садил не целовал у меня этих телечьих ласок не было потому что обычно мальчикам это не особо нравится понимать вот но зато у нас была другая ситуация эта ситуация она у нас была такой я все время восхищался кто быстрее доест кашу и он на старт внимание в марш говорил я после этого я уже доедаю он вот так запихивался говорю обалдеть ты как просто слезал ее понимаете то есть у нас постоянно было движение которое называлось претендовать на что-то то что мужская энергия это энергия которая ставит себе задачи и после этого эти задачи должна выполнять ставит новые задачи из новые задачи выполнять женская энергия задачи не ставит она просто ждет и при переползает потому же это все как-то решается само по себе мужская энергия это энергия которая женщина может поднимать как же поднимается первое эрогенная зона мужчины это глаза если вы некрасивая женщина можете здесь сделать фотографию анжелины джоли я не знаю там кого прилепить кульку от макдональдса одеть на голову и раздеться наголо все ваш мужчина вас обожает почему у мужчин рефлекс этот он сохранился с периода просто очень древнего этот рефлекс он не изменялся никогда у него не было разделение этого рефлекса почему я это утверждаю я это утверждаю потому что у нас были исследования до 30 тысяч человек свое время когда мы как военные изучали вот эти системы влияния программирования социальных модулей и так далее и тому подобное одевали просто на мешок фотографию голой женщины и рота солдат которая шла у всех было как надо почему кто глазами видел в этот момент все включалось понимаете уж понимаешь что это на мешке все приклеено ну и шо я говорю серьезно ну вот говорю вам абсолютно серьезно после этого голову убрали все равно идут и все шевелится думаю боже мой что же мы такие мужчины все ну и все это рефлекс понимаете мужчине для того чтобы у него что-то зашевелилась разделись и дали ему приказание через уши вставай и все в койку все он готов тут же женщину нужно наоборот ее нужно гладить паша пока дойдет точно так же и женщина мужчина он женщину выбирает так он увидел женщину она ему визуально понравилась умная не умная глупая не глупая там хитрая нехитрая богатые родители не богаты есть квартира нету квартиры для него это не имеет значения вообще если имеет значение можете поставить тире и сказать мужчина склонен гомосексуализм красивая какая если женщина выбирает и выбирает а женщина не выбирает никогда она не может влюбиться за один момент это противоречит об женщина может влюбиться за один момент если ее на улице выловил какой-то насильник изнасиловал и понравилось после этого она может повернуться сказать он говорит ну должен это представиться я вася нормально ты вася а что не мог нормально по ухаживать после семинара такого у нас была история зимой девочка схватил мужчину мужчина схватил девочку за руку и начал ее тянуть и шептать ей на ухо идем 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 она говорит а так испугалась капец я говорю нет нет я все я на все согласна подожди подожди идем вот туда там темнее и его в метро в метро поворачивается и говорит как тебе не стыдно и после этого он вот так на нее глаза поднул глаза расширил и начал текать почему есть вторая такая фишка когда мужчина хочет нападать он не хочет секса он хочет боли потому что это психические отклонения он хочет сделать больно для него секс там не особо важен ему для него интереснее я вам даже больше скажу даже когда с такими людьми разговариваешь говоришь ты если бы говорил кому-то то тебе бы никто не отказал он говорит а мне не нужен этот секс я знаю о чем я говорю свое время работал с маньяками вот когда им говоришь секс ты мог потому что там мог подойти познакомиться что-то сделать и это же не проблема с тем более в наше время после этого этот человек говорил нет нет мне секс не нужен я хочу чтобы человек пищал чтобы было много боли чтобы он сопротивлялся а если женщина не сопротивляется ему это не нужно поэтому если вдруг произошла ситуация и вас кто-то схватил скажите да будь моим мачо слабак давай сделай это все конец на этом все он перекрестится и уйдет скажешь ты мне уже не интересно какая-то маньячка он вам скажет вы какая-то маньячка он скажет вы мне не интересны вообще а если начнете на него нападает говорит ну давай возьми меня только потом будет всю жизнь лечиться от сифилиса скажите я не против но ты потом будешь долго лечиться мой друг просто очень долго все после этого все будут убегать супер женщина для того чтобы мужчина очень захотел женщину она должна воздействовать на его глаза и уши серьезно восхищаться им потому что мужчины могут только восхищаться девочки никогда в своей жизни никогда вот возьмите за очи наш никогда в своей жизни не анализируйте своих мужчин вслух при мужчинах просто таким образом мужчина начинает искать другую жертву которая бы им восхищалась говорю это серьезно потому что мужчины они как малые дети ими надо восхищаться он говорит у меня все плохо вы говорите я восхищаюсь то что ты борешься с этими трудностями ты все сделаешь я верю в тебя давай зарабатывай вперед я верю в тебя он будет уже нестись куда-то грести копать бетон своими копытами понимаете когда вы говорите ну чё ж ты не можешь заработать слабак ничтожество дебил так далее там подобное ребята здесь в этом всем элементе есть восхищение нету восхищения скажите после этого мужчина вас будет хотеть мужчина хочет женщин которых он боготворит а мужчина боготворит женщину которая им восхищается мне повезло моей жизни были только женщины которые мной восхищать при этом спустя годы я все время смотрю на это и все время вижу там хорошие материальное благосостояние хорош почему ну так я воспитывал своих женщин я говорю восхищайся мной в жизни нашей все изменится этого она говорил давай я хочу проанализировать тебя я говорю ты что хочешь чтобы он между нами произошел разрыв на самом деле меньше слов мужчины пусть женщины разговаривать как должны разговаривать женщина должна быть либо за мужчиной первое либо быть частью семьи либо третье не дано почему и как это все устроено если женщина хочет быть за своим мужчиной то женщина должна говорить три слова эти три слова звучат так как скажешь любимый серьезно сериозно серьезно ребята вы можете сказать свое мнение но вы забывайте одну особенность если вы говорите свое мнение то вам же и придётся за это ответить потом понимаете то есть если вы говорите нужно сделать так в случае если так сделают, все это будет неправильно, вам придется отвечать, вот оно вам надо, но вы же слабая женщина, правильно, вы можете сказать, как скажешь, любимый, после этого все будет, как вы сказали, и после этого его запилить, ну я так шучу, на самом деле, ну или сказать, это было неправильно, я же тебе говорил, он в следующий раз как-то там что-то изменит, понимаете, а также он будет нести ответственность, потому что он это предложил, вы на это согласились, просто это называется элементом доминации в семье, элемент доминации, либо вы должны в семье определиться, кто в вашей семье является доминирующим, я на самом деле очень рекомендую, чтобы доминировал мужчина, так как мужчина он более предприимчивый, мужчина он более доминирующий, мужчина он более решительный, когда мужчину вы сковываете, у него опускаются руки, он ничего в жизни достигать не хочет, сковываете вы его, когда начинаете анализировать, вы говорите, ты там кто-то, ты там что-то, ты еще что-то, понимаете, что там с нашей Лизой, то есть у нас получается мужчина либо доминирует, либо он баба, мужчины не обижайтесь, не обижайтесь, что я это говорю, на самом деле, если мужчина хочет доминировать, он должен своей женщине сказать, давай я буду предпринимать все абсолютно решения, то есть взять на себя эти обязательства, второе, одно я, такое тоже существует, то есть мужчина говорит, давай мы уберем из нашей семейной жизни слово ты и я, давай мы будем говорить наши, серьезно, такое тоже бывает, и после этого говорят, не твои мои машины, не твои мои деньги, не твои мои дети, это наши дети, наша машина, наша квартира, наши обязанности, наши оплаты, наши расчеты, наша работа, наши сбережения, наш отдых, поняли, если у вас есть до сих пор, это твое-моё, наша квартира отсутствует, это твоя-моя, твое-моё, капец, ребята, ведь наши, это и есть элемент доверия, понимаете, теперь вы понимаете, как семья и доверие тесно между собой взаимосвязаны, правильно, разве я не прав, здесь есть хоть один человек, который бы сказал, что я не прав в том, что я говорю, а вы об этом знали раньше, где-то подозревали, но вот так четко вам по полкам никто не ставил, ребята, вот то, что я рассказываю, нужно давать детям в самом детстве, и объяснять, что девочек надо трогать, что мальчиками нужно восхищаться, понимаете, на мальчиков физически воздействовать бесполезно, мужчины терпеливо переносят боль, зубы сцепил, боль перенес, а женщина, она очень болезненно переносит любую боль, понимаете, для нее любая физическая боль, это уже трагедия, вот почему в детстве нам говорили, женщин бить плохо, понимаете, потому что мужчина ударил мужчину, через час готов обниматься, согласны с этим, а если ты травмируешь свою женщину, для нее это трагедия всей ее жизни, это как растоптать этого человека просто, или там уничтожить, или убить просто все вообще живое, вы один раз ударили свою женщину, у вас семьи не будет, соберите вещи и уходите, потому что после этого ждать чего-то бессмысленно, потерян сегмент, который называется сегментом доверия, конец, это все равно будет все накоплено в подсознании, это все равно потом никуда не выйдет, ни один психолог это не доковыряет уже никогда, бесполезно, скажите, в вашей жизни были такие мужчины, которые вас били или избивали, и после этого вы сохранили с ним на всю жизнь отношения, поднимите руки хоть одна, если такие есть, ребят, такого просто не бывает, вот такого не бывает, даже напились и нечаянно ударил, вы пройдет 3-4-5 лет жить не сможете, это просто после этого является одним из элементов абсолютного недоверия, вот абсолютно, защищались вы, не защищались, конец вообще. Дальше, различия мужчины и женщины, у женщины энергия движется снизу вверх, поэтому центр женской силы находится у ее основания, он находится у нее и визуализируется в виде темного шарика или овала, похожего на яичко, который находится четко под пупком, имеет цвет обычно темно-синий, голубой или цвет, похожий на темную жемчужину, у основания или в самом низу, это лежит в лодочке плюса и минуса, полумесяца, условно это можно обозначить так, вот здесь полумесяц, это оба яичника сюда ваших входят, левое и правое, вот почему женщине нужно подтверждение ее родителей в случае, если мужчина ей нравится, ну как это происходит, как возникает любовь, как тебе нравится, ой какой он хороший, как он мне нравится, супер, но теперь еще не до конца я его люблю, что же нужно сделать для того, чтобы я до конца его начал любить, нужно маме показать и подруге, после этого подруге говоришь, ну как он тебе, ой такой классный, все, зачет, объединилось понимание в одну ось, потому что до этого я еще не знаю до конца я тебя люблю или нет, мужчина говорит, а как ты можешь не знать-то, вот так, пока еще подруга мне не сказала, пока еще мне никто в контакте не написал, какие вы красивые вместе, пока еще нету вот этих плюсиков с правой стороны, левый уже большой стоит, не переживай, пусть кто-то подтвердит, потому что для женщины обязательное условие, чтобы кто-то подтвердил, что этот мужчина хороший, это обычно происходит так, ну как тебе еще, красивый, после этого я к маме пришла, ну как, да нормальный, все, зачет, плюс-минус сошелся в одно целое, шарик засветился. У мужчины энергия ад, женская энергия, где находится, я рассказал, также она вот так расходится, как я нарисовал, она движется снизу вверх, поняли, мужчина трогает женщину, в ее голове появляется миллион мыслей, вот почему, когда женщина голенькая ходит на улице, когда весна начинается, она ложится спать и в ее голове появляется миллион, миллиард бесполезных и ненужных мыслей, понимаете, от чего? Когда вокруг вас на энергетическом плане находится большое количество мужчин, которые вас желают, они используют это в виде электрического тока, то есть удар в вашу оболочку все-таки происходит, это разгоняет вашу эту энергию и это разгоняет ее на сексуальном плане так, что в голове появляется миллион мыслей. Если мужчина о вас думает или кто-то думает о вас плохо, то это по принципу раскачивания энергии вызывает у любой женщины миллион мыслей в голове. Поэтому мужчина, который дома каким-то образом воздействует сексуально на женщину, не заставит эту женщину испытывать по отношению к нему или к кому-либо какие-то чувства, у этой женщины будет появляться просто миллион тупых негативных состояний мыслей. То есть она будет думать одновременно и о Красной Армии, и военно-морском флоте, и о товарища Ленина, и о КПСС, о развале Советского Союза. Вот поняли, да? То, о чем вы обычно думаете вечером. Что попало называется. Вот, то есть вы будете думать обо всем. А вот если на мужчину происходит какое-то воздействие, то есть женщина о нем думает или кто-то негативно думает, то это всегда будет у него вызывать непонятное, ни с чем не объяснимое сексуальное желание. Представляете? Мужчина вечером хочет секса, это всегда вызывается за счет того, что кто-то о нем начинает думать. Представляете? Поэтому когда у мужчины есть трагедия, там его кто-то там преследует, много людей это обсуждают, о нем что-то говорят, в этот момент у мужчины всегда будет происходить сексуальное возбуждение. Понятно? Именно так устроены эти энергии. Одна падает вниз, другая поднимается вверх. Та луна, которая находится внизу, в случае если она поднимается вверх, то у женщины это раскачивает в сознании большом количестве энергии. Если мужская энергия, которая находится на голове в виде яркого желтого шара, падает вниз, то тогда у этого мужчины включается то же самое, что включается у женщины в обыкновенной жизни. Ему кажется, что женщины могут его выбрать, ему кажется, что он должен быть красивым, ему кажется, что у него должна быть особенная прическа, особый вид лица, особая одежда, ему кажется, что он может быть каким-то особенным, потому что ему кажется, что его привлекательность это очень важный аспект. Ему кажется, что он оденет обтянутые штаны, очень красивое какое-то пальто дорогое, а также оденет золотое кольцо на руку, а также серебряную или золотую сережку в ухо, и таким образом он будет для женщины привлекательный, они начнут сбегаться, нападать и спать с ним или заниматься с ним сексом. Как-то не очень похоже на мужскую энергию, согласны, друзья мои? А теперь скажите, мужчина, одевающий шорты, в чем смысл? Объясните мне, как человеку, который изучает психологию долгое время. Я понимаю, женщина одевает, проветривать, ладно, я согласен с этим, но часто их выбирает мужчина из ста шорт, если проветривать, то любые, согласны с этим? Если проветривать, то мешок можно там какой-то одеть, но если их выбирает мужчина и делает это на протяжении одного часа в магазине, ничего не напоминает это? То есть мужчина одевает и смотрит на что? На свои ноги? А то же он, то есть он после этого хочет одеть штаны и видеть свою обтянутую попу, с какой целью? Чтобы заставить, чтобы женщины подходили и трогали эту попу? Я что-то не могу этого понять. То есть на кого это направлено? Ну это же, естественно, направлено на женщин, у которых отсутствует правильный сегмент сексуальной энергии. Понимаете, да? То есть это направлено на женщин, которые хотят нападать на такого мужчину и после этого заставлять, чтобы он жил у них или работал на них, как Альфонс, и его обслуживать. Поняли, да, в чем прикол? Естественно, а разве я не прав, друзья мои? Естественно, если мужчина смотрит на свою попу в зеркало, ну что ж, можно посочувствовать. На самом деле это нехорошо, потому что это называется подпольный гомосексуализм на самом деле. Это не есть хорошо, ребята. Мужчину уж точно не должна заботить его попа. Мужчину, наверное, больше должно заботить, как ему создать свою семью, а также как ему заработать деньги. Вот это, наверное, на первом месте. Потому что ничего более не возбуждает женщину, чем сильный мужчина рядом. Понимаете? Скажи мне, красотка, я разве не прав? Вот так вот, мои хорошие. Вы говорите, я буду красивым, будут на меня кидаться. Будут кидаться, чтобы вас отыметь и выкинуть. Потому что вы не мужская энергия. Извините, что я это говорю. Итак, контроль у мужчин. Зачем это нужно делать? Как контролировать энергию могут мужчины? Когда мужчина смотрит телевизор, и там происходит какая-то сексуальная сцена или еще что-то, его энергия сверху из сознания просто тупо падает в живот, а отсюда эта энергия исчезает. Поэтому мужчина, когда у него происходит элемент постоянного думания о сексе, он становится идиотом. Он не может ни о чем думать, он просто целиком сосредотачивается на сексе. Если у мужчины где-то что-то зашевелилось, то это происходит с учетом оттекания крови из коры головного мозга, абсолютного оттекания. Поэтому если у мужчины вдруг происходит элемент, когда он видит что-то, и это вызывает у него бесконтрольное падение энергии, помните, если в этот момент мужчина занимается анонизмом, и из него происходит истечение спермы, в этот момент мужчина теряет свою мужскую энергию, и в этот момент он теряет энергию шень, которая называется энергией мужской харизматичности, решительности и ума. Этот мужчина, он тупеет. Я это доказывал даже во время исследований. Мы исследовали мужчин, которым давали смотреть специально сексуальные фильмы, и они потом там, как солдаты в бараках, непонятно чем занимались. И после этого эти мужчины, они ICQ терялись, с каждым днем все сильнее, сильнее, сильнее. Молодые, холостые, которые до 40 лет сейчас живут без женщин, кричат нам, женщины не нужны. Почему не нужны, потому что они занимаются анонизмом дома. После этого такие мужчины, занимающиеся анонизмом, встречаются с этими мужчинами, а оно ж дурное, блин, как гиппопотам ходячий. Юра пригласил в сауну сходить, приехал я и пять мужчин. Смотрю, они дебильные, блин, как дауны. Я говорю, что с вами, мужчины, вы что не можете, кроме труб и мха, говорить о чем-то еще вообще. Вы вообще о чем-то умеете разговаривать, вообще разговариваете, умеете ли только бухать. Почему я это говорю, я вам сейчас объясню. Послушайте, если мужчина не собирает семью, а занимается анонизмом, его природа так включила или устроила, чтобы он стал дебилом. Это просто часть животного мира. Он ест, спит, спит, ест. Его больше ничего не интересует. Конец. Я никого не хочу обидеть. Можете дать мне пост семинарам в морду. Дальше. Это связано с тем, что я это утверждаю просто. Котел сексуальной энергии, он находится у мужчины на голове, в этом месте. Если эта энергия падает вниз и вытекает, то мужчина тупеет. В случае, если у женщины происходит возбуждение сексуальной энергии, то поднимаясь в голову, эта энергия возбуждает энергию головы, и женщина становится умнее. Ужас какой. Поэтому с женщинами это не... Ну, с женщинами этим заниматься неплохо, на самом деле, вот согласно традиции. Но она теряет энергию сексуального плана. На что это влияет? У нее проявляется склероз почек, проявляется потом ишемическое заболевание сердца, и склероз шейных артерий. Понятно? Вот. А у мужчин появляются потом проблемы головы, там, так далее, и тому подобное. Итак, все-таки, 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 как контролировать мужскую энергию? Когда мужчина видит что-то глазами, и он видит там изображение, или видит секс, или ему еще что-то хочется, он должен закрыть свои глаза, а также представить, будто энергия, которая стекает по его телу в виде блестящего пламени, поднимается плавно по его телу, и снова становится на голове в виде желтого шарика. В тот момент, когда у мужчины происходит проистекание энергии, то есть вы легли в постель мужчины, допустим, вы легли в постель, начинайте заниматься с женщиной связями какими-то половыми, да, и после этого вы не можете удержаться, извиняюсь за такие подробности. Вы должны приставить такой шарик и сдвинуть его по отношению к своему телу. Поднимаете в животик, уже контролируете, поднимаете в грудь, уже можете быть супер-мачо, заниматься этим хоть 6 часов подряд. Поднимаете к голове, все, все там исчезнет. То есть эрекции, айс ванюк. То есть пока это находится до уровня солнечного сплетения, вы можете удерживать и эрекцию, и желание заниматься сексом, и это может быть любое количество времени, вообще, хоть 10 часов. Только вопрос, зачем, не могу понять. Обычно это происходит так, когда у мужчины произошло возбуждение, это возбуждение происходит за счет того, что энергия из головы в виде электрического тока прошла через его тело и находится у него на уровне половых органов. Поняли? Он должен представить то, как чувство его половых органов, которые там находятся, не знаю как. Оно находится там, и он должен представить, будто эта энергия, она поднимается через живот или поднимается до живота, до солнечного сплетения и до груди, и таким образом может удерживать сколько угодно свою возможность занятия сексом. Если он поднимает выше, эрекция будет исчезать. Если оно падает ниже, то тогда эрекция мгновенно, ну мгновенно все происходит. Если этот шар, он падает ниже, чем половые органы, мгновенно происходит проистечение. Понятно? А если мужчина оттягивает эту энергию в виде золотистого шара и представляет, будто этот золотистый шар из половых органов поднимается до уровня солнечного сплетения, а если нужно, если перед вами красивая женщина, не можете удержаться, то можно даже на голову поднять, хрен с ним. Вот. Тогда вы можете быть потом для этой женщины нужным, интересным. Вот так. И это конец. На самом деле ничего придумывать не стоит. Это и есть самая тайная сексуальная тантра, которая дается на самом деле в цигуне. Только в цигуне Чен Ли. Вот. Это то, о чем я рассказывал вот на первой ступени, на второй ступени. Ребята, это именно вот эти практики Чена Ли, о которых я говорил, Ци Цилиндр, а также вот этот цигун, который позволяет женщине быть женщиной, накапливать женскую энергию, а мужчине мужчине накапливать мужскую энергию. Как же сделать так, чтобы женщина начала думать о вас или обратила на вас внимание? Чем больше у мужчины энергии сексуального плана, выставленной на голове, тем умнее мужчина становится в своей жизни. Это и увеличивает у мужчины состояние ума. Представляете? Я долго думал, почему меня Бог наградил такой безумной памятью? Почему мне получается за один присест изучать там две тысячи слов, допустим, за один час? Почему я умудряюсь запоминать цифры, не записывать в телефоны, в блокнотах? Почему так получается? Это же с самого детства. Я со временем, зная вот эту тантру, объяснил себе, почему мне это происходит. Дело в том, что я рос в семье, где было пять девочек. И эти все девочки были старшими. И эти девочки были бесстыжими. Потому что я был маленький, кучерявый, и меня никто за человека не считал. Поэтому они и раздевались, и переодевались. Это было как само собой. У нас в семье как-то так было принято. Мама, пока я был маленький, до пяти-шести лет брала с собой в баню и купала меня там всего. И у меня там не происходило, ну вот ничего вообще. Я смотрел на женщин своих, я смотрел на своих сестер, и у меня нигде ничего, никак вообще не шевелилось. И ничего там не происходило, даже не задумывался. А маленький, когда был, говорил, что женюсь на женщине с большой грудью почему-то маме все время. А потом, когда прошло время, говорит, зачем тебе? Я говорил, молока много будет. Не знаю я там зачем. После этого, когда я рос, меня не волновали женские элементы. Понимаете? То есть даже в период сексуального становления у мальчиков, мне интереснее было читать, мне интереснее было там куда-то двигаться. Поэтому ресурс памяти был освобожден. Представляете? Он не был занят просто сексуальным планом. Почему? Мальчики говорили, идем будем подглядывать там за девчонками, еще что-то. Один раз с ними пошел, подглядывали куда-то, да, там парная, там кто-то парится, голые женщины ходят. После этого я говорю, мне неинтересно, я ушел домой. После этого сказали, как неинтересно, это же так интересно. Не, я могу это дома видеть каждый день. Что вам так нравится? После этого спал со своей сестрой, вот, спал со своей сестрой, вообще ничего. Почему? Сестра, понимаете? Это же вообще часть меня была. Мы настолько все близки были, ели с одной тарелки, спали в одной кровати, знаете. И между нами никогда не возникало никакого вообще желания. Почему? Не было порнографии, не было каких-то влияний, понимаете. Никто нам там ничего не навязывал. К них у нас не было. Мы не понимали, для чего нам это. Я думал до 20 лет, что у меня это для того, чтобы писать, понимаете. Я для себя однозначно понимал, что мне нужна семья. Потому что мне хотелось семьи, потому что я хотел, чтобы жила женщина, она бы ухаживала за мной. Когда у меня ребенок начал расти, он начал меня спрашивать, пап, я хочу тебя спросить, а зачем женщина? Я говорю, послушай, женщина нужна мужчине обязательно. Ты будешь ухаживать за женщиной, она тебе создаст семью, и после этого родит тебе ребенка, и будет у тебя уже ребенчик, это будет называть семью. Он говорит, слушай, ну я же могу жить сам. Говорит, послушай, заработаешь ты денег в своей жизни, после этого ты поедешь куда-то, будешь отдыхать, тебе не поухаживать ни с кем, не поговорить ни с кем. Детей у тебя нету, скукотища. И он после этого сидел и говорил, побыстрее бы уже вырасти. Я говорю, зачем? Женюсь. А потом говорил мне, а как ты ухаживал за своей мамой, за нашей мамой? Я ему говорил, я нашей маме дарил цветы, а также я нашей маме дарил подарки какие-то. После этого идем, он в садике учился, говорит, мне надо купить палочки, дай 2 рубля. Я говорю, ну на тебе 2 рубля. Пошел, за 2 рубля купил палочки, оторвал верхушку и высыпал в мусорку. Говорю, что это еще мы тут делаем такое, палочки в мусорку. Он говорит, понимаешь, я не люблю кукурузные палочки, но здесь в них есть игрушка. Я завтра ее подарю Кате, понимаешь, она очень красивая. Я говорю, ого, он-то, да, понятно. После этого игрушка была отнесена Кате. Я говорю, и что Катя? Говорит, Катя будет моей третьей женой. Потому что сначала жена будет воспитательницей в моем садике. Я говорю, она же старая. Ну что? Вот, потом будет Настя, она вместе со мной спит рядом. А потом Кате еще будет. Все, конец. Вот так вот контроль сексуальной энергии позволяет мужчине контролировать. Естественно, это не происходит сразу. Есть с чем поработать. Как же сдвигается контроль у женщины? Если у женщины сдвигается сексуальная энергия в голову, то тогда она включает у себя контроль уже. Но этот контроль проявляется так. Она доказывает мужчине, что ее нужно за что-то любить. Это происходит так. Она схватила мужика и говорит, меня надо любить, потому что у меня, я красивая, у меня есть 3000 гривен в запасе. Ты понял? Ты понял? Если не понял, бегом меня набирай. Саша, прости. Бегом меня набирай. После этого он не звонит, она говорит, ах, скотина, как же меня можно такую не хотеть? Я сейчас тебе докажу, что меня такую нужно хотеть. Звонит и говорит, ты негодяй. Ну, ну, вернись, бегом. Ребята, это сдвинутая женская сексуальная энергия. Женщина не должна добиваться мужчину. Никогда. Если у нее энергия сдвигается и она сдвигается у нее в голову, то тогда женщина эта, она становится как мужчина. Она добивается мужчину. Она его где-то завоевывает, вы представляете, дарит ему подарки, задаривает его там. Капец вообще. Ему нет, но только этой женщине плохо, потому что женщина, которая задаривает подарками, пишет дифирамбы, стихи этому мужчине. Ну, стихи дифирамбы ладно, в этом ничего плохого нет. Но она задаривает подарками, а также наблюдает за тем, как он купается часами, моет его там в ванной. Это женщина, которая как мужчина имеет элемент перепрыгивания, потому что сегодня ей нравится одно тело, завтра ей нравится другое тело. Понимаете, да, о чем я говорю? То есть, когда у женщины сдвигается вот этот центр сексуальной энергии в голову, то этой женщине начинает нравиться уже не мужская энергия, ей нравится мужское тело. А женское тело должно нравиться мужчине само по себе, чтобы заставить его двигаться. А женщине тело мужчины не должно нравиться. Не, ну, конечно, есть мужчины накачанные, красивые или еще какие-то. В этом ничего плохого нет. Я не призываю всех прыгать на батутах по ночам, понимаете? Вот, тем не... Ну, это я говорю о полных мужчинах, да. Вот, я все-таки говорю о том, что все-таки должна присутствовать, должен присутствовать элемент не обожания мужского тела, не обожания точно, ребята, потому что это признаки женской гомосексуальности. Объяснить Аллу Пугачеву. Ну, так объяснить Аллу Пугачеву можно. В ее возрасте вообще уже стыдно что-то объяснять, знаете. Да, уже такое. Слушайте, Алла Пугачева, это вообще робот, по-моему, уже. Она уже не человек. У нее, наверное, пересаженный мозг. Клавдий Шульженко. Вот. Всегда необходимо помнить о том, что всегда во время истечения энергии у мужчины вниз происходят потери энергии жизни. Потому что если у мужчины происходит анонизм, у него сдвигается все время энергия, и он все время что-то хочет, именно в этот момент он начинает стареть. Если у мужчины все время энергия проистекает, если это энергия все время, энергия желания, если он все время 24 часа озабочен, это говорит о том, что этот мужчина в этот момент стареет. Мужчина не должен стареть так активно. Природа его устроила. Если он хочет все время, он стареет очень быстро. То же самое у женщины. Если энергия упускает свое в свое сознание, если ваша женская энергия раскрутилась, и в вашей голове миллион мыслей ночью, то это говорит о том, что вы в этот момент стареете. Представляете? Вы не можете ночью заснуть, у вас миллион мыслей в голове, знайте, вы в этот момент начали стареть. Прямо в этот момент. С этого момента начинается ваше старение. Если вы обезумели как мужчина, и вам хочется спать с каждой женщиной, вы преследуете идею кого-то зарядить, извиняюсь за эти слова, то тогда у вас происходит процесс старения, яркого старения. Вот почему в момент старения яркого у мужчины в климактерический период сбивается крыша конкретно, и они становятся как придурки, они начинают метаться, искать помоложе, и все остальное. Какой бес? Это вот энергия, слушайте. Без бороду говорит больше. Без бороду, Борову. То же самое у женщины, если женщина упускает энергию. Итак, давайте теперь записывать, как же женщине увеличить свою сексуальную энергию в животике. И не постареть, конечно. Наташа, а ты ушла уже с Лизой, которая? А узнай, ушла Наташа с Лизой? Ушла, да? Просто Наташа вот может рассказать. Когда она пришла, она сказала, я не имею возможности проходить ступени, потому что я все время уезжаю в Индию, а также у меня дочка, у нее очень больной, какая разница, это не имеет значения. А также дети, а также у меня там нету мужчины. Я бы хотел вот что-то, чтобы очень быстро могло меня поменять. Я ей дал именно вот эту практику, которая называется горизонтальная система наработки женской энергии. Она начала это делать долго, на протяжении одного месяца, и мы просто ее здесь перестали узнавать. Так она начала хорошеть просто на глазах. Похудела очень сильно, похорошела, мужчины начали цепляться просто так на улице. Сердце болит? А ну-ка гляньте на меня. Пойдите к девочкам, пусть вас сейчас напоят кофе, у вас очень низкое давление сейчас. Сделайте кофе выпейте, это у вас очень низкое давление. Я сейчас закрою вот это, потому что вам очень жарко. Ребята, женщина всегда накапливает энергию, если она лежит на спине или на животе. Женщина всегда накапливает энергию, если она лежит на спине и на животе. В горизонтальном положении. Вот почему женщине нужно спать больше, чем мужчине. Она таким образом восстанавливает свою сексуальную энергию. Чем больше женщина переживает, тем сильнее она стареет. Если вы переживаете очень сильно, спите дольше, друзья мои. Женская сексуальная энергия, она включает эстрогены в промежуток времени, который звучит так. С 8 часов утра- до 11 часов утра. Если женщина не умудряется спать с 8 до 11, то она долго быть молодой не сможет. А вечером когда угодно. Утро. Это я говорю за утро. Ты спала по 2-3 часа в сутки? Ребята, вы хотите мое мнение? Если вы будете сейчас спать, я не говорю о молодых ребятах. Я не говорю о молодых девочках. Молодые девочки, у них энергии этой сексуальной чрезвычайно много. Пока вы молодые, ничего в этом страшного нет. Но вот когда вы повзрослели, конечно, не можешь. А, долго не можешь спать? Не могу, не могу долго не спать. Конечно, потому что у вас не хватает женской сексуальной энергии. Ребята, если у мужчины рано встает, он будет дольше оставаться молодым. Если женщина рано встает, она будет быстрее стареть. А встать на раз восьми вечера? Да не имеет значения, со скольки. Но не вставать рано. Главное, не вставать рано. Главное, не вставать вот с 8 до 11. Потому что с 8 до 11, это женский сон, который наполняет ее вот этими гормонами и эстрогенами. В послеклимактерический период спите, когда хотите уже. В случае, если у вас ноги собраны в кокон, а также вы спите в позиции эмбрион, таким образом вы свою энергию не расходуете. Вам, ребята, женщине спать в позиции эмбрион не стоит. Мужчине, да. Женщине спать в позиции эмбрион, когда ноги подтянуты, не нужно. Женщина должна спать так, чтобы ее ноги были, или лежать, набирать эту энергию, так, чтобы ноги были расставлены. Понятно? То есть раздвинуты. Они не должны быть перекрещены. Они должны вот так лежать. Одна возле другой. Только извините, я буду говорить где-то, наверное, не очень красиво. Чем шире расставлены, тем лучше. Вы расставляете руки, вы не то расставляете, друзья мои. Вы вообще не то расставляете. Рядом с вами красивый мужчина, умный мужчина, харизматичный, не расставляйте руки, пусть спит себе. Женщина всегда накапливает энергию, в случае, если она лежит на животе, и у нее расставлены ноги. Для этого существует практика. Женщина ложится животом вниз, лицом или лбом упирается в землю. Хорошо при этом положить под лобик подушечку. Нет, не обязательно спать так ночью. Вы таким образом заземляете энергию женского плана, вы ложитесь, получается, животиком вниз. Ничего не представляя, концентрируетесь на своем животике, на том месте, который я вам показал, да, в виде треугольничка, помните, да, представляете, будто там у вас тепленько, очень тепло. Руки ладошками вверх лежат, носочки к земле, а также ладошками, ну вот я лежу, я лежу, вот как я стою, я также и лежу, ну вот так я и лежу, видите. Ладошки, ну я же лежу на животе, я на животе, мои ладошки вверх. Зачем так все усложнять? Я все сказал. После этого, после этого ваши носочки вытянутые, они не на пальчиках стоят, а вытянутые, лежат свободно на земле. Что вас так удивило, я не могу понять? Лягте просто на землю, да? Знаете, что напомнило? Был такой фильм, называется «12 стульев», и там выбегает женщина, они смотрят кабаре, она поет и такой мужчина поворачивается, говорит, он поет «Зеленая трава, осака, она выросла из земли». Он говорит, какая осака? Шумил камыш, деревья гнулись. Это вот то же самое сейчас было. Ноги на земле? Что там понимать? Упади лицом в землю, распластавшись, расставь при этом ноги. Не проще мужчину и женщину. Мы это делаем без мужчины, в закрытой комнате, одетыми. А у вас сразу же пошли уже в сексуальные фантазии. А? А при чем тут мужчина? Мы же говорим практики для женщин. Да я не говорю для мужчин, что с вами? Я даю практику для женщин. Что вы начали что-то придумывать уже? Алло. Да кто сказал? Я сказал, что мужчинам подтянуть ноги. Было такое сказано? Включите свои мозги, друзья. Вы, наверное, в жизни начинаете воспринимать что-то за действительность того, что не существует. Этого я не сказал. Ребята, кто-нибудь здесь, я это специально для вас сделал. Ребята, кто-нибудь здесь слышал, что я сказал, а мужчины должны подтянуть свои ноги? Как эмбрион спать, я сказал. Это было раньше, это не касается этой практики. Итак, женщина накапливает свою женскую энергию, ложится лицом вниз, расставляет ноги, при этом ладошки вверх и начинает дотрагиваться своими пальчиками с каждым звуком. Она говорит, звук са, дотрагивается. Почему? У нее получается, у нее получается механизм, который связан с женской энергией, он не такой простой. Этот механизм имеет пять сторон. У женщины есть механизм магнетизма, он имеет пять сторон. Центральную систему, вот этот яичко, у него есть верх-низ, это уже две стороны, а также имеет вот эти два полумесяца. У этого полумесяца есть тело и две вершины. Поэтому она должна активировать тело, две вершины, а также верхнюю и нижнюю часть вот этого энергетического кокона. Поэтому ее практика для нее, она очень сложная на самом деле. Поэтому не нужно ничего представлять. Женщина должна представлять, будто в ее животе появляется тепло и она произносит звуки, соединяя с каждым пальчиком свой большой палец. Она должна делать так, са, прикоснулась к указательному пальцу. Или са, или са, или сад, все равно как. он на самом деле правильно сад. Сад. Делается это так. Сад. После этого ко второму пальцу она прикасается, двумя руками причем. Говорит, та. третьему пальцу на, или нам. и последняя ма. Ма. сад. Та. Нам. Мам. Это правильная мантра. Но ее можно произносить как са, та, на, ма. А правильно это произносить все-таки сад, та, длительная. Нам. и после этого мам. Или же для нас вот в традиции европейца мы не особо произносим вот эти последние гундосые звуки, которые есть в санскрите. А также в урду-пушту мы не различаем вот этих последних звуков. Когда я сейчас преподаю санскрит или урду там, то часто сталкиваюсь с тем, что мы просто не слышим гундосые звуки. На самом деле в санскрите или в урду или в пушту существует целый цикл вот этих гундосых звуков. Когда вам говорят мы, да, у них это мы есть аж в десяти видах и м, и мг, знаете, их там каких только нет и мг, и там какие только они, и это отдельные отдельные символы или отдельные знаки и они очень важны. Поэтому когда мы европейцы этого не слышим. Точно так же как в китайском языке си-си это значит хорошо, а ши это как дела. То есть понимаете, ши-ши-ши это для нас одни и те же звуки вообще, понимаете, в априори. А для них это абсолютно разные. Мяу и мау это два абсолютно разных слова, потому что мяу это мама, а мау это дедушка. А для нас и мяу и мау это одно и то же практически. Понимаете, у кого как слуховой аппарат настроен на свой язык. Точно так же и для нас. Для нас мэ, то, которое они произносят здесь в конкретном случае, не имеет значения, потому что мы его все равно произнести правильно не сможем, потому что там особые вот эти звучащие мэ произносятся, а они не имеют значения. Они и называются вибрацией бога. Когда вам говорят, надо говорить «онг», то тогда они имеют в виду какое «м»? Мэ русское или какое из санскритских звуков «м»? А если это санскритских звуки «м», то тогда там их есть аж 71 звук «м». А если древний тибетский язык, то тогда звук «м» не произносится, он там звучит как «нг». Они именно так произносят мантру «ом» на санскрите «онг». А «хум» для них будет «хунг». Понятно, да? А это то же самое, что на санскрите «хум» и «хун». «хум» и «ом». Поняли? А на тибетском это «хунг» и «онг». «ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-х Ом, да, они его так и практиковали, вы представляете, потому что звук восхищения, а у нас Ом, ой боже мой, когда я уже закончу, да, так это же неправильно, кто-то там писал, можно ли мне практиковать звук Ом, какой из них, ведь самих тантр, написанных о звуке Ом, их в таком большом количестве, особенно все, что там казалось, калачакра, тантра, йоги, то есть произнесение Ом на протяжении своей жизни целью 70 практик. Представляете, то есть какой из них вы имеете в виду, просто произносить Ом, вопрос, зачем, ведь это звук восхищения, когда вы произносите Ом, вы восхищаетесь, нет, тогда можете не произносить, вот как начинать Ом, вот это правильно, тогда есть восхищение, почему я вам этот бред сейчас рассказываю, завис компьютер, шайтан, придется, наверное, читать дальше без компьютера. Дальше. Как же мужчины могут практиковать эту практику? Мужчины могут практиковать практику накопления сексуальной энергии, только путем слияния, они могут это делать только сидя, соединив мудру указательным пальцем вверх над своей головой, вот таким образом, видите, как я сижу. Если женщина так сидит, что я видел часто в йоге, когда вы занимаетесь йогой, вас так садят, ребята, вас так садят и вы придете к большому количеству накопления мужской энергии, которая женщине не нужна. Вы из-за этой практики можете очень сильно постареть, это дилетанты используют данную практику, потому что это неправильно, женщина так сидеть не должна. Это практика указательного пальца, это значит стрелочка, двигающаяся вверх. Вся энергия, которая есть у меня сексуальная, размазанная по моему телу в сексуальных органах моих половых, а также в моем теле, в животе или еще где-то, она идет у меня вдоль тела и накапливается у меня под моими руками. Все остальное у меня вот, видите, замкнуто, то есть я просто сижу указательным пальцем вверх. При этом существует мантра, которая звучит как сад кар та, сад кар та, сад кар та, сад кар та. При этом мужчина таким образом накапливает свою энергию или он ее перенаправляет, собирая ее и отправляя ее вверх, потому что иначе не будет происходить правильного движения этой энергии. Вот, мужчина должен это делать. Вся энергия разбросанная будет подниматься вверх. При этом мужчина должен представлять, будто на его голове находится шарик и на этом шарике он должен представлять следующий символ. Это стрелочка, поднятая вверх и стрелочка, ведущая вперед. А, я, наверное, неправильно чуть нарисовал. Это стрелочка, ведущая вперед и стрелочка, поднятая вверх. Таким образом у человека, вот на моей голове, при этом стрелочка эта вот сюда смотрит, поняли? При этом вот такая стрелочка вперед и стрелочка вверх делает мужчину целеустремленным, а люди, которые видят такого мужчину, начинают его не за что уважать, а также относиться к нему серьезно. Представляете? Серьезно. Да, то есть я сел, поставил ручки над своей головой и после этого... А? На голове этот шарик у меня находится, он у меня на голове. Я представил, будто цвет шарика у меня на голове желтенький, я представил, будто там есть две молнии, одна вперед, одна вверх. Поняли? При этом я сижу, поставил пальчик и говорю, сад карта, сад карта. И представил, будто вот здесь направленность вперед энергии есть, направленность вверх. Направленность вверх – это успех во всех начинаниях, направленность вперед – желание этого достигать, харизматичность и решительность, и бесстрашие. Понятно? Утром я желаю… Ну, мужчине можно делать в любое время. Для женщин все-таки эту практику лучше выполнять в вечернее время. У мужчины энергия двигается всегда по принципу – половые органы, центр моего тела, голова. У женщины нифига не так. Почему? У вас здесь реактор, у нас реактор вот здесь, он у нас в виде шара. У женщины реактор двухсторонний, представляете? У вас реактор – это два яичника и матка, которая здесь находится. И в матке находится ваш центр сексуальной энергии. А вы скажите, ведь это же похоже на магнит, правильно? Похоже на магнит, правильно? Таким образом, ваш реактор, он должен быть направлен, и эта энергия у вас, она поднимается так, сразу с двух сторон и по центру. Вы представляете, и она где-то останавливается, эта энергия. Давайте я вам напишу, где эта энергия останавливается, и как нужно эту энергию сливать на свое место. Итак, если у женщины переизбыток сексуальной энергии в центре головы, она перестает спать, у нее появляются головные боли. Да, если у женщины в центре головы появляется переизбыток сексуальной энергии. Андрей, убери камеру, пройдите, 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 а что нет? Если у женщины появляется застой энергии, то есть она почему-то, ручейка обратно нету, она там накапливается, знаете, как ниппель. У большинства женщин туда вошло, оттуда во стекло, знаете, вот так. Но бывают такие эксклюзивные случаи, когда туда заходит, обратно не выходит. Такое тоже бывает, а это уже серьезное нарушение. Итак, когда такие изменения происходят, то вот что происходит. Если в центре головы накапливается эта энергия, то женщина перестает нормально спать, ее мучает бессонница. У нее появляются яркие боли в голове. Если в горле накапливается энергия, Если в горле накапливается энергия, то это включает обиды на нехорошие высказывания в адрес женщины. То есть вы сами себе их высказываете, ты дура, зачем ты с ним живешь, мама говорила, не нужно жить. И эта энергия, она сексуальная на самом деле, она накапливается у вас на уровне вашего горла. Если часто у вас возникает онкология грудей, вот от чего это происходит. Это не любовь к своему мужчине или к своему сыну, с которым ты живешь. Почему? Часто такое бывает. Девочки выбирают себе за деньги, но не обращают внимания, нравится этот мужчина по-настоящему или нет. То есть они себя тупо продают, знаете. После этого они себе внушают, что он хороший, ему можно доверять, он там нормальный. Вы знаете, сердцу же не прикажешь, какие-то нотки же все-таки должны проявиться для того, чтобы любовь эта возникла и загорелась, понимаете. После этого они вырастают и у них появляется сначала онкология груди, потом онкология яичников. После этого почему? Так терпеть нельзя, нас природа так устроила, что мы терпеть не должны. То есть если у вас происходит конфликт какой-то, то незачем терпеть. Потому что если вы терпите, помните, вы же накапливаете негатив. И он у вас вот так и проявляется в горле щитовидка, в голове опухоли, потом опухоли в грудях, понимаете. Откуда вы эти опухоли? Потом вы говорите, а что ты, как меня полечить? Так вот, ребята, часто когда вы садитесь рядом со мной и говорите, как мне себя полечить? Я все время говорю, а вы знаете, я отчасти не знаю. Потому что если ты живешь до сих пор с тем мужчиной, с которым ты живешь, если до сих пор у тебя есть ребенок, он мальчик, который тебя обижает, если до сих пор это в твоей жизни происходит, то вот никак. Нелюбовь к людям может проявляться, когда груди, там, слизистые оболочки груди, ну, воспаляются, что-то там происходит. Дальше, четвертое, мочевой пузырь, нижняя часть живота. Страхи перед противоположным полом. Половые органы, где-либо что-либо, нелюбовь к себе абсолютная. Человек себя не улюбит. Внутренняя часть бедер, абсолютная ненависть к себе. Бедер? А что, они болят? Болят. Болят. Внутренняя часть бедер, ненависть к себе. А теперь, как же выполнить практику слияния? Вы можете ее периодически делать дома. Она очень помогает женщине наработать энергию сексуального плана, омолодиться и стать красивее. Поэтому она и называется крия молодости. Крия молодости. Крия. Крия – это практика, да. Да, мы ее будем писать. Крия омоложения. Сливание всех вот этих сексуальных энергий. Женщина последовательно представляет, будто у нее на уровне животики появилось яичко. Оно теплое, оно темное. Вокруг него появился вот этот пол... А, я вам расскажу, а потом мы запишем. Тогда мы успеем запишем. Хорошо, давайте мы писать. Первое. Представляет женщина свой центр сексуальной энергии. Не нужно усложнять его, как-то представлять. Представляйте его в виде просто полумесяца. Вот так это выглядит в женском животе. Видите? Вот так. А у мужчины на голове вот так. Видите? А у женщин вот так. При этом вот оно должно светиться, знаете, каким? Теплым неоновым светом. Почему? Магниты, они как светятся? Магниты, они не светятся яркими лучами, правильно? Они таким излучением нежным. Женская энергия – это прием. Мужская – это отдача. А теперь вспомните нашу первую ступень. Когда мы проходили первую ступень, где у нас есть центр, который должен только принимать энергию. Вторая чакра может только принимать энергию, правильно? Поэтому это находится во второй чакре и говорит о том, что женщина должна быть магнитом, излучать и тот прием, который кто попадает в энергию магнита, притягивается к этой женщине. Поняли? А у мужчин почему находится на голове? Потому что там находится центр отдачи. Вы же теперь это понимаете? Там же находится центр продвижения решительности. Вот почему у мужчины на голове вот это находится, а у женщины это находится в выживоте. Кто не проходил мою школу Кайла с первой ступени? Милости прошу. Она будет начинаться у нас в этом зале 6 августа. 6 августа будет идти 10 дней. Записаться можно будет у Светланы. Вот там за столом. Кто прошел первую ступень, скажите, вам понравилось? Да. Да? Потому и здесь. Потому и здесь, правильно? Вот такую вот энергию вы представляете здесь. И после этого вы представляете ее темненькое и тепленькое. И от нее идет небольшое неоновое свечение. Вот так. После этого вы это представляете вот как. Представили, будто у вас здесь неоновое свечение есть в головке. И представили, будто оно опустилось в ваше тело и вот сюда в шарик упало. Есть вот здесь в горле. Они опустили сюда и укомплектовали здесь. Когда вы опускаете вот сюда, то представляете, будто это начинает светиться сильнее. После этого отсюда. Так, ребята, тут ничего сложного. Вы же уже записали предварительно. С тех точек, о которых мы записали предварительно, вы начинаете спускать энергию в центр своей сексуальной энергии. Что это с чакр? Из центров. То есть ваш центр какой? У женщин центр. Голова спустили. Горло спустили. После этого центр грудей спустили. После этого половые органы приподняли сюда, всунули. Бедра центр, ну не центр, а внутренние части. Приподняли эту энергию, укомповали или укомплектовали. У мужчины. Как же сделать мужчине себя более умным и харизматичным? Это суперово, если вы где-то увидели какие-то элементы сексуальности. Если у мужчины видят элементы сексуальности, если это в нем вызывает какие-то чувства, он должен взять это чувство и поднять и установить его себе на голову. Тогда это расширяет его осознание яркости жизни. Не надо шар. У мужчины это проявляется в виде каких-то ощущений на уровне тазовой области или половых органов. Появилось это, не надо, чтобы там находилось. Обвели это все в виде чувств, подняли и поставили на голову. Нарисовали там две стрелочки. Что там? На голову, не голову, а на голову. Дальше мы будем сейчас рассказывать или я буду вам сейчас рассказывать, объяснять, каким образом может мужчина и женщина воздействовать друг на друга и как сделать так, чтобы связать между собой слои. Но я бы, я сегодня вообще планировал вам рассказывать о системах Гопа-Намаскар. Но я о них рассказывать вам не хочу. Я объясню почему. На самом деле вы задаете вопросы там, где совершенно не сложно. О том, что я собирался вам рассказать, это чрезвычайно сложные практики. Они настолько сложны, что мне придется посвятить этому, наверное, часов в шесть. Поэтому я сейчас их откладываю, если мы не успеваем, да, или если мы успеваем, то в самом конце я их вам даю. Если мы не успеваем, то вы Гопа-Намаскар не получаете. То есть практики тантры, или тайные практики тантры не получаете. То есть как при помощи движений можно делать Гопа-Намаскар, то есть складывать, расширять и так далее. Итак, первое. Мужчина и женщина, они между собой могут быть связанными. Но предварительно мы начнем заниматься или раскручивать энергию эту. Она называется твист мужской энергии и твист женской энергии. Дело в том, что количество сексуальной энергии, которое есть у мужчин и у женщин, ограничено между собой. Количество дается человеку при рождении и во многом обуславливает успешность такого человека. Хотите, я расскажу вам тайну, почему мусульманские народности ищут девственность? И зачем это делается? Хотите, я вам расскажу? Считается, что если ты первый мужчина у этой женщины, то тогда ты берешь энергию сексуального плана в чистом виде. То есть ты первый вампир, поэтому твой тросик самый сильный. Поэтому после этого у тебя будет успех в делах, успех в бизнесе, успех во всем. Поняли? Паша, ты вампир номер один. Если ты вампир номер один, значит у тебя будет успех. Поэтому ищут молодых, так как у них много энергии. И если мужчина очень взрослый и спит с молодой девушкой, то тогда эта же девушка может стареть немножко. Потому что принцип природы устроен на уравновешении временного периода между мужчиной и женщиной, если вы еще этого не знаете. Поэтому если очень взрослый мужчина спит с очень молодой, то молодая стареет. Если очень молодой спит с взрослой женщиной, то он тоже старше становится. Потому что природа нас так устроила, она нас уравновешивает. Молодые стареют, взрослые молодеют. Великолепно устроила нас природа. Поэтому мужчины это понимают, у них где-то это органически существует. Поэтому они переключаются на молодых девок, когда они умудряются стареть. И они начинают становиться молодыми. Не зря японские императоры обкладывали себя на ночь молодыми девушками. И спали с молодыми девушками. А каждый день знаменитому полководцу, которого звали Чингисхан, приводили каждый день одну новую девственницу. Почему? Таким образом ему Лао Цзи, которого привезли из Китая, на вопрос, как же мне быть вечно живущим, Лао Цзи ответил, хочешь жить вечно, спи каждый день с одной девственницей, а то и с двумя. Поэтому он в возрасте преклонном еще и мог ездить на коне, а также будучи достаточно много раз ранен, имел такую харизматичность, отвагу и всегда выглядел хорошо. В нем было много сил. Поэтому он и был где-то успешным. Понимаете? Поэтому японские императоры жили долго, так как они спали здесь. Ну слушайте, я это не говорю для того, чтобы вы начали искать девственность. Мы же не люди каких-то там. Это история, да. Для нас это не особо имеет значение. Тем не менее, я очень рекомендую выполнять следующую практику. Если человек очень быстро стареет, у человека отсутствует половое влечение, то я рекомендую накапливать энергию и делается это для женщины в виде такой практики. Женская энергия – это энергия минуса, это энергия Луны, это энергия неона. Луна – это магнит, который непонятно почему магнитится к нашей планете. Поэтому наша планета, она проявляет свою энергию мужской харизматичности, а женская энергия – это энергия Луны, которая находится сверху над нами. Поэтому наша Земля, она постоянно подкачивает у энергии Луны энергию. Каким образом это происходит? Таким образом регулируются приливы океанов, отливы, а также из-за Луны на самом деле удерживается электрическая атмосфера, которая происходит вокруг, ну электрическое поле, которое находится вокруг Земли. В случае, если теоретически сейчас Луну убрать, то есть возможность потери атмосферы. Поэтому если сейчас Луна каким-то образом была бы сбита или что-то там было бы не так, то тогда у нас бы не было электрического поля вокруг Земли, и это было бы обусловлено потерей атмосферного поля, которое есть на Земле. Поэтому нужно не ставить преграды вокруг Земли, а защищать Луну. Давайте от нее отбивать. Тем не менее, согласно тибетской традиции, считается, я не знаю, как это устроено, но вот работает офигенно. Считается, что если женщина не может родить ребеночка, если у женщины не получается выносить, значит у нее мало энергии сексуального плана. Это у нее либо печень, либо у нее духи мримс. Когда у нее духи мримс, это говорит о том, что у нее не хватает энергии Луны, и эту энергию нужно в нее ввести. Тибетская традиция говорит, пусть эта женщина выйдет ночью, когда есть полнолуние, откроет рот и представляет, будто эта Луна капает в виде Луны ей в ротик, падает в ее животик и ощущает, как будто эта Луна находится у нее в животе. А вы знаете, что это работает? После этого она должна еще и взять рыбку и ее отпустить в речку. При этом, если считается, если отпустить карпика, родится мальчик, а если отпустить чучку, родится девочка. Ой, как красиво, да. Если бы я этого сам, знаете, для меня это всегда чудеса какие-то. Для меня, как человека, проработавший в хирургии 10 лет, военно-полевой хирургии, то, о чем я говорю иногда, это, знаете, как в детстве желание быть волшебником, которое сейчас осуществилось. Вот как зеленая ниточка может помочь нашей спине избавиться от заболеваний спины. Но ведь помогает же, вы представляете. Точно так же и как эта Луна, которая падает нам в рот, избавляет нас или там заставляет девочек рожать. А вот не знаю. Но у меня есть такая девочка, которая ходила по улице, когда было полнолуние, представляла, будто Луна падает. После этого шла домой, возле двери стоял мужчина и не мог дверь открыть, потому что выпадали батоны, которые он нес. После этого она взяла батон, открыла дверь и говорит, а он говорит, вы бы могли мне помочь донести до своей квартиры? Она ему помогла, он говорит, может зайдем чаю попьем? Она говорит, я видела у вас здесь кто-то с детьми. Он говорит, это моя родная сестра, она здесь живет, когда меня нет, а я холостой, заходи. Она говорит, ну да, он говорит, я даже не знала, что так быстро проработает это все. Я говорю, смотри, не сильно глотай, а то забеременеешь. Итак, как же выполняется твист энергии? Для этого нам необходимо, это практика для женщин. Для этого женщине необходимо посмотреть на Луну. На Луну лучше все-таки. Если вы находитесь в странах Востока, там эта практика очень давно известна. Но там используют Луну только в том случае, если она вот такого вида. В курсе? Она в странах Востока имеет вот такой вид. В курсе, да? В Египте, в Африке. Там весь, она не растущая, она там, ну вот, она вот всегда там такая. То есть у нас оно вот так, у них это вот так. То есть заходящее и восходящее, а у них вообще ферменты. У них все время так, слушайте. Кто не знает, я говорю. Посмотрите, у них эта практика делается так. Девочки представляют такую Луну у себя вот здесь. Поняли? Ну где? Там, где надо, чтобы она была. Да, там, где надо. А как мы выполняем, то есть как это говорит нам Крия-тантра, которая пришла к нам с Индии на самом деле. Вот. Крия-тантра утверждает, что во время происхождения твиста нужно смотреть на Луну, открытую, полнолуние. И представить, будто по час, против часовой стрелки от Луны вы берете ниточку. И ее раскручиваете вот таким образом, вот таким образом вокруг себя и втыкаете это себе вот сюда. Я взял указательным пальцем Луну и я представил, будто я делаю из нее воронку, правильно? То есть я представил, будто у меня есть Луна и я здесь стою, девочка, да, в юпочке. И я ее раскручиваю вот так, против часовой стрелки, да. Это называется спиралью энергии, правильно? При этом ее нужно выполнять так долго, пока не появится ощущение пульсации в животике. Оно появляется всегда. Вы, получается, ее выкручиваете из Луны и запускаете себе в животик, к центру вашей женской энергии. Нет, вы должны ее накрутить и направить туда. Дальше, для девочек существует практика с водой еще. Она называется накручивание женихов. Знаете об этом, да? Ужас какой. Нет, не в половые органы, мы это должны направить в центр сексуальной энергии. И представить, будто он у нас немножечко засветился. Мужчины, они не должны делать так, эту практику. Они должны практику выполнить так. Представить, будто они стоят на земле. После этого представить, будто в середине земли находится плазма. Плазма, огненная энергия. И выкрутить эту энергию по часовой стрелке вокруг себя и поставить ее вот здесь, себе на голову. Поняли? Мужчина выкручивает из земли энергию и устанавливает сюда. Женщина, она берет из луны энергию и накручивает и ставит ее сюда. Понятно? Не сложно оказывается. Мужчины по часовой крутят, а женщины выкручивают против часовой. Обычно эта практика делается с указательным пальцем. Смотрит указательным пальцем и тыкает на луну. Приставляет ниточку и раскручивает. После этого вокруг себя завернула и втыкнула в животик. Мужчина наоборот, он раскручивает вот так вокруг себя и делает вот так. Под часовой. Под часовой. Ты тоже пока как ощущения, да? А, ощущения всегда происходят. Законы сексуальной энергии, они где-то так работают. Есть два принципа. Один принцип утверждает. Если женщина или мужчина боятся противоположный пол, а также хаят этот противоположный пол, то это устроено так. Если вам противоположный пол приносит состояние неудовлетворения, ненависти, то Бог делает все для того, чтобы избавить вас навсегда от контакта с этим противоположным полом. Понимаете? То есть в случае, когда вы начали говорить, все мужики козлы, вы таким образом начали делать себе сами же обет своего безбрачия. Понимаете? Я понимаю вас. Вы часто говорите, но это же так и есть. Все мужики, они там какие-то или какие-то. Ребята, помните мою первую ступень? Я вам объяснял. В городе Киеве, где вы живете, у вас есть наработанный жизненный опыт. Этот наработанный жизненный опыт, он может выглядеть так. Ну, максимально у женщины, я не должен так говорить. Допустим, у женщины есть четыре мужчины, с которым она жила, исключая там беспорядочные половые связи. То есть у нее там четыре мужчины, она с ними жила. Все четыре ее обманули, все четыре ее покинули. И она осталась сама. Она говорит, я не хочу жить с мужчинами, потому что все мужчины негодяи, подлецы, сволочи. Каждый из них, уходя от меня, забрал там телевизор, часть жизни, там еще что-то, еще что-то. И после этого они на них обижаются, и у них в жизни мужчины не появляются. После этого является ли вот этот опыт этой женщины достоверным опытом, если она живет в этом городе. Давайте я вам нарисую математическую схему, чтобы стало понятно. В городе, где живет 400 тысяч человек мужчин, 400 тысяч человек, ее опыт будет являться 0,4 в минус 400 тысячной степени. Является ли это достоверностью хотя бы приближенному к 0,1%? Не является? Нет. Ребята, в миллионах проявлений жизни на земле ни один опыт, ни одного человека опытом быть не может. Понятно? Поэтому, когда вы говорите, все мужики сволочи, вы просто делаете вот что. Вы страдаете от того, что вы думаете, что все мужики сволочи. Страдания увеличивают страдания, и божественная энергия лишает вас, чтобы эти мужчины в вашей жизни проявлялись. Вам это приносит страдания, поэтому вас этого лишают. А вот в тот момент, когда вы начинаете говорить, ой, какой красивый мужчина идет, или какой хороший мужчина, он там где-то живет. Говорите, скоро у меня такой будет. Вот, тогда вы уже меняете зависть на восхищение. Тогда наверняка это в вашей жизни скоро будет. А здесь по поводу трансферфинга реальности, который вы изучаете, будучи глупыми людьми. Вы там говорите, он у меня уже есть. Ребята, если это уже у вас есть, зачем вам что-либо давать? Ведь если это есть у тебя уже в сознании, зачем тебе это давать, раз это у тебя уже есть? Правильно? Поэтому вчера кто-то на вебинаре мне сказал, а как же там Зеланд и так далее, там подобное, вы там критикуете и все остальное. Ребята, я не критикую, я за. Просто нужно делать это грамотно. Когда вы говорите, у меня уже есть мужчина, значит, мужчина в вашей жизни не появится. А когда вы восхищаетесь и говорите, скоро у меня такой будет, тогда скоро у вас такой будет. Это уже цель, мотивация. Понятно, да? Итак, мы сейчас живем в период неудовлетворения. Мы уже его прожили. Сейчас идет период одухотворения. Женщину сексуальная энергия заставляет быть мягкой, чувственной. При этом у женщины появляется желание заботиться о ком-нибудь, а также рожать детей. Поняли? Вот что дает настоящая женская энергия. Это желание безвозмездно верить кому-то, безвозмездно о ком-то заботиться, безвозмездно кому-то рожать детей, безвозмездно ухаживать и за детьми, и за этим мужчиной, безвозмездно где-то даже положить себя на алтарь этой семье. Безвозмездно. Понимаете? Это правильно, это женская энергия. Против этого хрен попхнешь, так устроила природа. Не хочешь рожать детей, ты идешь против законов природы. Конец. Посмотрите. Маленькие ласточки рожают яички. Их оплодотворяют маленькие ласточники. Там маленьких букашек есть маленькие детки. В курсе, да? Слушайте. Жизнь на земле устроена по принципу, если ты девочка, тебе все-таки придется рожать детей. Если ты мальчик, тебе придется все равно жить с девочкой. Против закона природы, вот хрен попрешь. Почему люди не хотят этого делать, это связано с тем, что у них происходит изменение движения сексуальной энергии. Женщина хочет чего-то в жизни очень сильно добиваться, но можно это добиваться другими путями. Добивание женской энергии, добивание мужской, это две абсолютно разных энергии, друзья мои. Вы сейчас часто совершаете ошибку и делаете так. Я сначала построю себе бизнес, я сначала найду себе квартиру, я сначала что-то в жизни сделаю. Нет, ребята. Сначала нужно делать самое простое. Самое простое это тупо родить ребенка. Тогда будет ради кого это делать. Хочу напомнить вам фильм «Москва слеза не верит». Помните был фильм такой? Я все время задаюсь вопросом. В случае, если бы женщина эта, которую звали Александра, она бы не… Катя, Катя, да? В случае, а она дочку Александру. В случае, если бы Катя в свое время не забеременела бы от этого мужчины, достигла бы она того, что она достигла, стала бы ли она директором завода? Нет? А если бы это в ее жизни не произошло, она когда-нибудь достигла бы чего-либо, она бы наверняка так бы и проработала на заводе обыкновенным служащим. Согласны с этим? Конечно, потому что дети являются стимулом в жизни и для мужчины, и для женщины. Понимаете? Так вот, перед тем, как заработать квартиру, вы зарабатываете для детей. Помните, пока не будет детей, квартиры у вас не будет нифига. У вас и бизнеса-то не будет. Ребята, есть два основных компонента. Вы знаете, обязательно мужчина и женщина живет всегда так. Я живу для Оли, Оля живет для меня и точка. И чем же ставится эта точка? Вопрос к вам. Давайте я скажу, печатью в штампе. Я это утверждаю. Пока не стоит печать, не проштампован ваш паспорт, вы будете жить так. Я смотрю сейчас за молодыми семьями, наблюдаю за ними уже много лет. И тут смотришь, расписались, штамп поставили. И смотришь, они так ровненько. И бизнес у них вроде там не сильно хороший. И она работает как-то на должности не очень хорошей. И у него ничего не получает. Смотришь, у них машина новая. Потом у них квартирка появилась. Потом у них еще что-то. А потом смотришь, два молодых, там девушка и парень живут. У них печати нет, свадьбы не было никогда. И они живут вот так. И вроде и зарабатывают хорошо. И все в жизни хорошо случается. А вот ну нифига не получается ни квартиру купить, ничего. Почему? Штамп это как раз и есть вот эта точка, которую придумал человек. Раньше эти штампы ставили церкви. После этого эти штампы ставили ставить там в регистрациях каких-то. Но эти штампы они были в обрядах. И у евреев, и у там всевозможных религиозных организаций. И тех людей, кто исповедует ислам, существует обычай. Ребята там завязывают платочками, сшивают там во время ночной, когда люди спят. Там куча-куча этих обрядов. Вот эти обряды, они основаны где-то на религии. Они основаны где-то на каком-то там. Это вот, вот эти обряды, это есть точка. Поняли? Это точка. Точка у абсолютной уверенности в этом человеке. Представляете? Абсолютная точка. Нету точки, вы будете жить так. Мне нравится Оля. Оле нравлюсь я. Может быть, Оля еще кого-нибудь найдет. И я кого-нибудь еще, кто там лучше будет. Нет. Оля любит меня и точка. Штамп в печати. Все. Понимаете? Также для мужчины это очень важно. И важнее, чем для женщины. Объясню почему. Мужчина, когда живет с женщиной, он отдает женщине и заработок. А девочка что делает? Она сложила, спрятала в тумбочку под трусик, и у нее там это все лежит. После этого, а где деньги? Нету денег. А где они? Не знаю. Потому что особенность женской энергии накапливать, возможность мужской энергии добывать, понимаете? И после этого такая женская энергия где-то купила телевизор, где-то купила еще что-то, мальчик пожил, ему другая понравилась, и он согласен уходить. И у него на самом деле ничего нет. Почему? Потому что он баран. Потому что мужчине штамп в печати нужно больше, чем женщине. Девочки, не ставящие штамп, умнее. Поэтому если женщина любит, она добивается, чтобы мужчина поставил штамп в печать, в паспорт печать. Если девочка любит, тогда она добивается, чтобы мужчина поставил печать. Почему? Таким образом, знаете, появляется вот эта уверенность. Я уже уверен, что этот мужчина будет жить со мной всю жизнь. Хотя, по идее, ведь здравый смысл здесь практически отсутствует. Что меняет этот штамп? Ну что он меняет? А вот оказывается, вы сейчас слышите от меня, меняет. Потому что я наблюдаю за семьями, и таки меняет, вы представляете? Поэтому не нужно жить без штампов, ребята. Потому что без штампов это вечная запятая, вечное ожидание и вечный поиск. Это вечная неуверенность. И то вспоминаем, что я сказал в самом начале. А ведь элемент, который называется доверие, самый важный в семейной жизни. Тогда, если где-то присутствует хоть какой-то один элемент недоверия, то нужно и его уже заткнуть штампом. Согласны с этим, да? Женская энергия – это магнит, мужская энергия – это ток. Практика магнетизирования электрического тока. Итак, женщина должна делать… А, я забыл для девочек, которые не женаты, рассказать, как накручивать энергию. Девочка представляет, будто у нее в середине находится клубок в животике. Становится посреди бассейна или посреди моря, потому что для этого необходима энергия воды. Обязательно. Реки, да, где угодно. Неглубокой. В ванну можно, да, в ванну можно ставить, чтобы только живот покрывался в воде. После этого просто, представляете, будто к этому клубку идут в большом количестве нити со всего пространства, которое вокруг вас находится. Это то, чем мы будем заниматься на морском курсе. У нас морских курсов в этом году будет не два, представляете, а три. У нас будет еще и третий, да, потому что у нас количество людей просто гигантское, которые хотят… А третий будет у нас 26 сентября по 5 октября. Итак, ниточки вы эти приставляете и начинайте крутить свое физическое тело против часовой стрелки. Ничего не приставляете. Приставили нитки и начинайте просто крутиться. Ничего не наматываете, ничего не приставляете. Просто приставили у себя в животике белый шарик. Там с полнолунием этим, да, или луной этой приставили, или этими рожками вверх. После этого приставили, будто от вот этого шарика идут ниточки во все пространственные пространства. После этого встали в водичке и начали раскручиваться. Ничего больше не придумывайте. Просто крутитесь, пять минут и конец. Причем на второй, третий, четвертый, пятый или десятый день повторять визуальный образ ниточек не нужно. Просто сразу влазите в воду и крутитесь. Не имеет значения когда. Против часовой стрелки. Так я же этого не сказал. Я говорю, представлять ничего для этого не нужно. И все. И ни о чем не думайте. Курите. Накрутите женихов. А потом и от нас это. Вы настоящая женщина. Потому что у вас на каждый вопрос есть подпольные сто вопросов. Думая как женщина, то есть я пытался думать как женщина. Боже, как же тяжело все-таки быть женщиной. Боже мой. Просто через 10 минут мозги вспухли, знаете. А сколько это делать? Это же дилемма какая-то. Жить как жесть. Это ужасно вообще. Как вы умудряетесь так жить? А сколько один раз это сделать или еще? О, что вы видите. Я же говорю. Это ж только женщины могут спрашивать. Мужчина. Каждый из мужчин, который сидит здесь, четко все понял. Он скажет. Да что там стало, приставило, покрутило, конец. Нет. Женщина должна спросить. Крутить против часовой. А если мои ножки подняты? А если пальчики вот так? А если пальчики вот так? А если вдруг попа у меня маленькая, большая, она может будет мешать. А после этого он притянется и уйдет. А если притянется негодяй? То если не тот, то как откручивать? А если вдруг притянутся не те, так как от них избавляться? Их потом оттягивать, обратную сторону крутиться или что? Ребята, а как срезать потом? Это вот настоящая женская энергия. Вы представляете? Мужчины, вы видите проявление женской энергии? Вот теперь представьте, что в мозгах у женщины. Вы говорите. Почему ты ничего не говоришь? Капец, ей нечего сказать. Потому что если бы она могла... Если бы ей пересадили 200 ртов, они бы говорили одновременно. А так как там всего лишь один, то там наслоение информации. После этого просто... И все. Потому что если бы вы влезли в голову, капец. Если вы говорите, я мужчина, я читаю мысли женщин, расслабьтесь. Читать одновременно эти 450 мыслей нереально вообще. Это просто сделать невозможно. Даже женщина... Вы говорите, как же человек снимает информацию с человека? С женщиной это сделать просто нереально вообще. Особенно, когда она вечером сидит и смотрит в одну точку. Капец, все вообще. Это в голове просто моток какой-то, который... Двери тяно. Которая крутится с огромной скоростью. Мужчины, там одна мысль. Спать, 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 спать. Да, обезьянка играет. Итак, как же делать или как же работать с энергиями? Мужчина для того, чтобы поработать с женщиной, которая ему нравится, ему достаточно ударить своим электрическим током в животик этой женщине. Таким образом, там появляется луна, которая начинает притягивать. Цветы, цветы. Да, то есть мужчина подошел к женщине, приставил будто на голове у него электрический ток, и после этого ударил. Не себя, он приставил будто ток, и вот через... Девочки мои, девочки мои, сейчас идем на Льва Толстого, я всех знакомлю. Я говорю, вы знаете, запишите свои номера телефонов. Я посажу во время вебинара, у меня последний раз был вебинар, там было 1600 человек, 1600. В тот момент, когда я продиктовал Светы номер телефона, ее тут разорвали просто. Просто из сообщения, я уже готов жениться, я еду из Израиля к тебе, все. Вот, дай свой контакт и страничку, и все остальное. Даю 1600 человекам, сажу человеку, он отправляет ваши номера телефонов, и после этого вас просто разрывают на протяжении следующей недели. Вот вам и брачное агентство, бесплатно. Пожалуйста. А женщине как воздействовать на тех людей, которые находятся? Женщина представляет, будто она пускает каплю воды. Как это представляется? Вы когда-нибудь видели гладь воды? Представляете, будто это... А, и поплавок, видели? Представляете, будто то пространство, в котором вы находитесь, это как будто вы смотрите на гладь такой воды. А ваш поплавок, это вот эта энергия, которая находится в вашем животе. Понятно? И после этого вы так мысленно дернули вот эту вашу энергию, и представляете, будто волна на этой воде пошла вокруг вас. И тогда все, кто попадет в эту луну, они повернутся и начнутся к вам притягиваться. Зашли в метро, и после этого бык поплавок дернул, бык поплавок дернул. Вы увидите, мужчины делают так. Продолжение следует...